К названию осенне-зимнего периода пожарные непременно добавляют пожароопасные. С наступлением минусовых температур увеличивается количество включенных в сеть электронагревательных приборов, а следовательно и нагрузка на электропроводку. В ряде случаев из-за естественного старения, также вследствие длительного периода эксплуатации с перегрузкой, происходит пробой изоляции и короткое замыкание электропроводки, которое приводит к возникновению пожара. Другая распространенная причина пожаров – это нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электронагревательных приборов. Не пренебрегая элементарными правилами пожарной безопасности, вы сохраните свое жилье, имущество, а может быть и жизнь. Ведь последствия пожара не сопоставимы ни с какими расходами на ремонт домашнего очага. Или еще страшнее. На прошлой неделе в поселке Синда сгорел жилой дом. В пожаре погибли четверо детей. Что же чаще всего становится причиной трагедии и как не допустить этого на вопрос, ответит этим утром наш гость в студии Николай Гасендыч, заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по Хабаровскому краю. Доброе утро. Доброе утро. Что же чаще всего становится причиной пожаров? По статистике основные причины пожара это нарушение правил пожарной безопасности, выражившиеся в несторожном с обращением с огнем. Это банальное курение, это практически 30% пожаров, особенно в состоянии алкогольного опьянения. Чаще всего возникает именно из-за этой причины пожара. Второе по статистике это нарушение правил устройства или эксплуатации электрооборудования. Это включенный электронагревательный прибор, те же самые чайники, ну и такие вещи, как подзарядка телефона, удлинитель, включенную розетку, они тоже являются причиной пожара. Мы вот здесь в подводке очень много говорили про электропроводку, которая приходит в негодность. Часто ли люди действительно пренебрегают этим, не проверяют и тянут до последнего? Люди об этом просто не задумываются. Хочу привести пример. Каждый из нас, когда уходит из своего жилища, он в обязательном порядке закрывает дверь на замок. Он защищает свое имущество от вора. А вор что сделает? Максимум тащит какую-то часть вашего имущества. А никто из нас не задумывается, что мы, закрывая на замок свой дом, свою квартиру, мы оставляем там источники возникновения пожара. А этот пожар не будет выбирать ценное имущество, не ценное имущество. Он уничтожит все имущество в вашем доме, а может быть и ваш дом. А где-то может быть и жизнь ваших близких. Поэтому необходимо каждому из нас провести определенный анализ с точки зрения пожарной безопасности, что все-таки творится у нас в жилище. Насколько у нас качественная электропроводка. Когда мы уходим из помещения хоть на 15 минут, хоть на целый день, обесточим мы все электроприборы за исключением холодильника. Потому что включенный в любой электроприбор, даже телевизор в режиме ожидания, он рано или поздно приведет к пожару. А по статистике сейчас в частных домах больше пожаров или меньше, чем в больших? В зимний период, конечно же, в частном жилье больше пожаров, потому что люди обогревают свои имущества. У нас в квартирах центральное отопление, соответственно, нет необходимости еще дополнительно отапливать жилье. А в частном секторе эта необходимость возникает. Кто-то топится печью, кто-то топится электронагревательным прибором, электрокотлы. И, соответственно, они дают рано или поздно сбой, и возникает пожар. Если вдруг в нашем присутствии начинается пожар, возникло возгорание, что делать в первую очередь? Какие меры нужно предпринять? Если есть возможность его ликвидировать, то есть, грубо говоря, берем спичку, когда горит, человек может просто подуть, и данное возгорание будет ликвидировано. Если есть возможность, если световое пожаротушение есть в своем доме, и возможность ликвидировать на старой стадии возникновения пожара. В случае, если это не получается, необходимо эвакуироваться в безопасную зону, оповестить соседей о том, что возник пожар, и вызвать подразделение пожарной охраны. Нужно ли дома у себя иметь средства пожаротушения на всякий случай? Мне кажется, об этом тоже мало кто задумывается. Такой обязанности нет по законодательству, что у каждого должно быть огнетушитель. Такого нет. Но это не повредит вашему имуществу и вам в жизни, если у вас будет огнетушитель. А самое главное, это мы уже приводили пример, автономный пожарный извещатель. Это очень прекрасное устройство, которое стоит недорого, но тем не менее, оно защищает вашу жизнь и ваше здоровье. Для примера, у нас по статистике наибольшее количество людей погибает в состоянии беспомощном. Это не только человек, допустим, инвалид, в состоянии алкогольного педения находится, малолетний ребенок. Это тот человек, который ночью спит. Пусть он будет самый здоровый, но ночью он находится в беспомощном состоянии, потому что пожар начинает развиваться бесшумно, выделяет ядовитые вещества. А инвалидизация? Как работает? Я и говорю про автономный пожароразвещатель. Он по закону тоже самое, вы не обязаны его поставить, но если он у вас будет стоять, он среагирует на дым идет же вверх, он среагирует на небольшое задымление и даст пронзительный звуковой сигнал. Он, соответственно, вас разбудит, вы сможете как и ликвидировать возгорание, так и эвакуироваться в безопасную зону. Поэтому он гарантирует вам в 100% случаях, если он стоит, сохранение вашей жизни и здоровья. Николай Иванович, к сожалению, у нас время ограничено, но еще хотим вопрос один задать. Что касается профилактики пожарной безопасности, вы устраиваете какие-то, может быть, противопожарные рейды, проверяете ли территорию? – Законодательно до начала пожароопасного периода мы проводим рейды по дачным обществам, которые у нас подвержены угрозе лесных и ландшафтных пожаров, для того, чтобы защитить как лес от пожара, так и дачное общество, и населенные пункты в том числе. Как таково, рейды в жилье проводятся только с одной целью. Мы не имеем права зайти в жилье, выдать предписание, привлечь к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности, за ту же самую неисправную печь. Мы можем только в виде агитации проводить, вручать памятку и так далее. С точки зрения контроля надзорных функций, жилье ограничено в этих вещах. Мы можем проверить только объекты защиты, здания административные, школы, садики и так далее. А жилье чуть-чуть ограничено наше воздействие на жилой сектор. – А для обычных людей в каждом доме, вы уже сказали, что элементарно нужно, выходя из квартиры, проверять, чтобы все, что включается в сеть, должно быть выключено из сети. Что еще нужно проверять? Как еще обезопасить себя? – Обязательно. В том числе еще необходимо, допустим, электропроводку. Если вы ставите, берете удлинитель, тоже могу привести короткий пример. Пришел в магазин, сам для себя делал проводку, потому что мощный потребитель. И мне обошлась проводка практически в три раза дороже, чем та, которая стояла на витрине. Ну, качество электропроводов. То есть сечения настолько там маленькие, которые продаются, что максимум можно использовать – это просмотреть телевизор и включить там подзарядку. А мы что делаем? У нас купили там 10 гнезд, допустим, у нас для вилок, в каждое воткнули по мощному потребителю и чайник, и телевизор, и микроволновку, и ждем, когда же у нас ничего не произойдет. – Спасибо вам огромное. – Ничего не происходит действительно у нас с вами в нашей жизни. В гостях был Николай Гасендович, заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по Хабаровскому краю. – Спасибо.